Человек уходит Продолжение следует Половина этих лет была отдана литературному творчеству. При жизни писателя в Магадане, Новосибирске и в Москве было издано восемь книг. В каждой из них рассказывается об удивительном крае – Чукотке. О том, как он оказался на севере, Куваев рассказал в повести «Тройной полярный сюжет». В судьбе главного героя книги легко узнать детство писателя, который родился 12 августа 1934 года на железнодорожной станции Поназарева, что в Костромской области, в семье железнодорожника и учительницы. После окончания школы в городе Котельничной Вятки Олег Куваев поступил в Московский геолого-разведочный институт имени Орджоникицы. Во время учебы, наряду с Линггинстоном, Прижевальским, Пришвиным, которыми он зачитывался и ранее, появились книги арктических путешественников Нансена, Амундсена, Мелвила. Первое литературное произведение 23-летний Куваев написал после учебной партии по тяньшаню. Именно с рассказа за козерогами, опубликованного в журнале «Охота и охотничье хозяйство», в 1957 году начинается путь Олега Куваева в большую литературу. В том же году молодым студентом он попал в экспедицию на Чукотку. Олег Куваев влюбился в этот неповторимый край и после окончания института вернулся работать на Чукотку. «И если в какой-то год я на Чукотке не побываю», – вспоминал Олег Михайлович, – «чего-то не хватает. Чукотка – это как первая любовь». Здесь, на крайнем северо-востоке, прошли годы его активной работы в качестве геолога и геофизика. И если дотошно изучить карту маршрутов Олега Куваева, то можно убедиться, что он впустил на Чукотке все – работу в тундре, на побережье, на островах и во льдах Ледовитого океана. Геолог путешествовал по Чукотке и на собачьих упряжках, и на вездеходах, на вельботах, и на резиновых лодках, на вертолетах, и крошечных аннушках, и, конечно же, пешком. Чтобы целиком посвятить себя литературному труду, в 1961 году Олег Михайлович увольняется из геологического управления. Первое время работает в качестве журналиста. Весной 1965-го он переезжает к сестре Галине в подмосковный Калининград. Сейчас этот город королев, а с 1973-го становится частым гостем древнего Переславля-Залесского. За годы геологической работы Олегом Михайловичем написано несколько научных очерков и статьей по геофизике Чукотки. А свои рассказы, повести и романы «Чудаки живут на Востоке», «Весенняя охота на гусей», «Птица капитана Росса» и другие он посвящал труженикам и мечтателям нашего края. Вершиной творчества писателя стал роман «Территория», удостоенный первой премии на Всесоюзном конкурсе ВЦСПС и Союза писателей СССР в апреле 1976 года. Первоначальные названия романа «Там за холмами» и «Серая река». Куваев переписывал роман шесть раз. Отдельной книгой «Территория» вышла посмертно в издательстве «Современник» осенью 1975-го. Впервые роман был экранизирован режиссером Александром Суриным в 1979 году на студии Мосфильм. Фильм был очень популярен и в России, и в Западной Европе, во многом благодаря актеру Донатасу Банионису. Идея снять ремейк фильма возникла в 2009-м, в год празднования 75-летия писателя и геолога. Режиссером нового фильма стал Александр Мельник, сказавший о романе так. «Территория» – это гимн людям труда, гимн тем, кто в работе видит смысл жизни, возможность принести пользу и реализоваться в работе. В качестве актеров массовых сцен были задействованы жители поселка Проведение, где специально соорудили декорацию улица геологов. Сам Куваев за несколько недель до своей кончины так говорил о романе «Территория». «Это все школа была, это все было ученичество. Я только начинаю писать». Олег Куваев ушел из жизни 8 апреля 1975 года, в тот момент, когда как художник еще продолжал набирать высоту. Только за первое десятилетие после кончины автора роман «Территория» издавался каждые два года. Среди тех, кто неравнодушен к дорогам, странствиям, истории и географии России. Эта книга становилась сродни Библии. Яркие и емкие фразы героев произведения становились афоризмами, которые помогали в исключительно сложные моменты жизни человека, стоящего на распутье и вынужденного принимать ключевые решения. Олега Куваева нет с нами. Но со страниц своих книг он по-прежнему ведет беседы с читателями. Вспомните слова эпилога романа «Территория». Где были? Чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой? Этот вопрос Олег Михайлович адресует каждому из нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok